Единственную зеленую зону в Киевском районе хотят застроить. По словам активистов, детский центр, который здесь обещают, может превратиться в высотку или торговый центр. Масштабное строительство нельзя допустить, уверены защитники сквера. Мы увидели информацию о том, что на этом месте планируется застройка детского развлекательного центра. Мы переговорили с местными жителями, мы переговорили с главой инициативной группы. Жители категорически против. Почему? Потому что у нас в городе нередки случаи, где под видом укрепления того же склона вырастают высотки. Люди боятся. Это действительно единственная зеленая зона в этой округе, в этом микрорайоне. Ближайший парк – это, считайте, 411 батарея. Несколько дней назад техника уже заехала на зеленую территорию. Работы шли полным ходом. Местные жители молчать не стали. В воскресенье вышли на мирный протест и начали активно собирать подписи против строительства какого-либо здания в этом сквере. Недовольных одесситов оказалось немало. За пару дней петицию подписали более тысячи жителей. У нас в воскресенье был митинг здесь мирный, на котором большинство людей высказалось за то, чтобы здесь строения не было вообще. Это парк. Здесь лучше всего обустроить какую-то зону отдыха. Либо фонтанчик со скамейками, либо даже ту же детскую волейбольную площадку. Это уже не первая битва за зеленую территорию, которая, кстати, единственная в этом районе. Пару лет назад на этом же месте хотели построить свечку. Потом торговый центр, в этот раз обещают детский центр. Потому что на территории Киевского нашего района это единственная зеленая зона, единственный сквер. И где можно погулять с детками, просто прийти, выйти. И если его собираются застраивать, то где мы будем гулять? То есть мы против этого всего. Реально нормально, посмотрите, нормальное у нас здесь покрытие. Зачем здесь плитка, если детки катаются на самокатах, на велосипедах и на роликах? Они на роликах здесь просто убьются. Застройка идет слишком быстро, скорее так. И активисты собирались, все подписывали против застройки, против торгового центра или детского центра. Но все равно он будет с элементами торговли, парковок и прочего. Активисты готовят заявления в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд. По их словам, такие действия без разрешения местных жителей незаконные. Мы сейчас готовим обращение в суд на отмену градостроительных условий, так как мы считаем их незаконными. Одесситы не раз спасали этот сквер от недоброжелателей. Даже под спецтехнику ложили, чтобы работы не начались. Но в этот раз жители надеются, что к такому не дойдет и все решат цивилизованными методами. Репортер продолжает следить за развитием событий.